Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале Счастье у нас самих, где вы можете получить ответ на практически любой вопрос и улучшить все сферы в своей жизни. Для этого есть все инструменты. Прежде чем я начну предсказание, хочу поблагодарить вас всех за прекрасные комментарии вы оставляете под моими видео, за вашу поддержку, за ваше доверие. Для меня это бесценно и вдохновляет меня искать еще больше инструментов и помощи для того, чтобы ваша жизнь становилась лучше и чтобы вы обрели вот это самое счастье по умолчанию. Ведь счастье – это не то, что нас окружает. Ни в коем случае. Счастье – это состояние души. И можно себя этому состоянию научить. А вот под ваше состояние подстраивается Вселенная. Подумайте об этом. Ну что, сейчас прекрасный декабрь, конец года, подведение итогов, планы на будущий год. Интересный был год. Не совсем легкий, но все равно. Оставьте и возьмите с собой все самое лучшее, что было в этом уже уходящем году. Ведь остался всего месяц до конца года. А все, что было не совсем хорошее, все, что мешало, все, что перестало работать на вас, оставьте в старом году, в прошлом и с высоко поднятой головой и с уверенностью в счастливом, настоящем и будущем идите вперед. Сейчас прогноз на декабрь, стихия огня, знаки зодиака, овны, львы, стрельцы. Вы, мои дорогие огоньки, быстрые, шустрые, которые хотят все здесь, сейчас, вчера, и у которых не всегда есть терпение ждать. Хотя нет, львы более терпеливы, а вот овны и стрельцы в основном терпения очень-очень мало. Хотя не забывайте про акциндент. Как всегда, в конце видео будет карта на исполнение желаний, поэтому предвкушайте, а также сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, как всегда, похвалите себя и улыбнитесь. Это нужно вам. Ну и сегодня это колода Мастер Таро. Моя самая первая колода, которую я приобрела, когда я еще вообще не понимала, для чего я это сделала. Мне просто понравились тогда картинки. И я ее приобрела. А вот когда начала заниматься и учиться, и заниматься саморазвитием, тогда я поняла, что не просто так я так приобрела когда-то эту колоду. Она пролежала у меня больше 20 лет, прежде чем я начала ею пользоваться. И сегодня я люблю ее. Я вообще люблю все мои колоды. Та, которая просится, ту и беру. Ну что, мои дорогие, улыбнулись, приготовились, сконцентрировались на себе любимых. Я готова. Я начинаю. События декабря. Смотрим. В декабре у вас будет какой-то выбор. Этот выбор может касаться как личных отношений, так работы и бизнеса. И, конечно же, может касаться... Вот знаете, тут я вижу ситуацию, что может быть выбор между двумя проектами даже. На какой из проектов начать раньше? Какой из проектов оставить на потом? Выбор будет довольно серьезный. Выбор также может быть между двумя мужчинами. И, я не знаю, между ситуацией, чтобы пойти налево и пойти направо. Вот от очень серьезных до вот таких. Сейчас я буду смотреть, с чем связан этот выбор и что, собственно говоря, мне скажут карты и Вселенная. Прекрасные карты идут. Вы знаете, эта карта говорит, что да, ваш выбор зависит только от вас. И только ваше внутреннее состояние, ваша интуиция, ваше сознание могут вам подсказать, что же выбирать. По той простой причине, что вот все, что вы выберете, именно чтобы это был, вот тут я только могу сказать, чтобы это был именно ваш выбор, чтобы вам никто не навязал свое мнение в выборе. И не важно в выборе чего. По той простой причине, что вот именно ваш выбор от души поддерживаться будет высшими силами, так как вышло два старших аркана, влюбленные и сила. Просто влюбленные, они не всегда означают именно отношения. Очень часто карта влюбленные означает выбор. И вот именно тут я эту карту вижу, как выбор. И этот выбор будет касаться именно вопросов, которые давно уже можно сказать у вас стоят. если у вас есть какие-то ситуации, которые откуда-то идут нерешенными, и вы в свое время вот никак не могли найти решение этим вопрос, этих задач, не могли как бы довести ситуации до логического завершения, тут получается, что вам жизнь вас заставит именно найти это решение. Но тут я хочу сказать меньше чувств, больше дела. Именно действиями, а не раздумиями вы сможете найти выходы из ситуации. И все это будет происходить в самое ближайшее время. Это именно декабрь месяц в самое ближайшее время. Давайте посмотрим. И тут я не раскидываю на сферы жизни по той простой причине, что вас много, и если я буду говорить ситуации, которые касаются определенных сфер жизни, это затянется на день, и вам будет уже неинтересно. поэтому так как расклад общий и точность его зависит только от вашей интуиции и от того, примете вы его или нет, каждый из вас его расшифрует под себя, под свою сферу, под свои ситуации. Все, что я могу сказать, не важно какая сфера жизни, не важно какая ситуация, именно вы сами убрав эмоции, включив больше аналитики, именно мышление здравого смысла, потому что когда мы становимся очень эмоциональны, очень часто теряется здравый смысл. Мы не можем мыслить ясно, потому что нас захлестывают эмоции, поэтому я и говорю, что эмоции надо немножко попридержать, и вы тогда с легкостью сделаете выбор и найдете выход из любой ситуации. Смотрим еще. Сейчас я хочу полную картину увидеть, и тогда я уже выложу все карты. Нет, мне нужно еще одну карту, потому что я не вижу. могут происходить в декабре ситуации, в которых вы вот опять я говорю, чтобы вы немножечко закрыли эмоции, потому что когда, если вы будете очень эмоциональны, то ситуации не будут решаться в вашу пользу. Уберите эмоциональность, включите немножко логики, потому что вам, смотрите, я не говорю, что стихия огня не имеет абсолютно логики. Нет, у вас присутствует и разное мышление, у вас присутствует и логическое мышление, просто вы очень часто спешите, и у вас нет терпения отпустить ситуацию и дождаться именно мирной развязки. И тут я как раз и вижу ситуации, в которых именно ваша эмоциональность, именно ваша спешка может вам навредить. Поэтому при всей эмоциональности, которая вам присуща в принципе, ну а ваша эмоциональность, она такая яркая, вот если, например, стихия воды, они более плавучие, более тягучие, можно сказать, больше терпения у них есть, то у вас этого терпения не хватает. И вот отсутствие терпения и спешка могут привести к результатам, не к тем результатам развития событий, которых вы бы хотели. Поэтому я могу вам только посоветовать, что если начинают происходить какие-то события, которые вызывают от вас эмоции, особенно негативные эмоции, не принимайте поспешных решений, понаблюдайте за ситуацией, отстранитесь от ситуации и не боритесь, а просто отпустите ситуацию, посмотрите на ситуацию с разных сторон, чтобы вы не попали под обманчивое решение ситуации, ведь приняв какое-то решение на эмоциях, не всегда это решение будет правильным. Для принятия правильного решения нужно отключать эмоции хотя бы частично. И тут это совет вам на декабрь, потому что будут ситуации, которые будут вызывать в вас бурю эмоций, и это буря эмоций будет мешать вам принимать адекватные решения. И еще, если когда у некоторых из вас в декабре будут такие ситуации, в которых если вы не выключите эмоции, вы можете попасть под, знаете, вы будете обманывать сами себя, даже не кто-то другой будет обманывать вас, просто приняв решение на эмоциях, а потом посмотрев на ваше решение с холодной головой, вы поймете, что вы сами себе дали плохой совет. Я не вижу здесь никого, кто будет на это влиять, только вы, только ваши, ваше состояние, ваши эмоции, ваши мысли. поэтому в любой ситуации, в которой вы окажетесь в декабре, старайтесь использовать меньше эмоций, а если вы чувствуете вот этот взрыв эмоций, в котором вам хочется все очень быстро решить, вы должны были бы, это выбор ваш, я не могу вам говорить, да, делайте это, я могу только посоветовать, успокойтесь, и только после того, как вы почувствуете, что вы спокойны, что вы можете мыслить ясно, только тогда обдумывайте ситуации, обдумывайте происходящее, и только тогда принимайте решение именно в по интересующим вам ситуациям и вопросам, если будете делать это под эмоциями, можете обмануть себя сами, и никого вы не сможете даже обвинить, потому что вы сделаете это сами себе, поэтому старайтесь быть более терпеливыми в декабре, и старайтесь принимать решение и реагировать на то, что будет происходить вокруг, особенно если это что-то, что вам не совсем нравится, старайтесь реагировать с я не могу, знаете, я хочу сказать без эмоций, но когда я думаю без эмоций, я сразу вижу вас и понимаю, что вы без эмоций не можете, вам очень тяжело быть неэмоциональными, поэтому я говорю с наименьшим количеством эмоций, для того, чтобы вы мыслили ясно и результат того, что вы будете делать, не огорчал вас, а это все в ваших руках. Сейчас я выложу итоговую карту, давайте посмотрим итог декабря, ну и потом будет карта на исполнение желаний. У вас будет интересный месяц, он будет включать в себя все, и немножечко сумасшествия, и немножечко страсти, и немножечко поиска решений, и в принципе все это как он пройдет и что будет, оно зависит от вас, потому что выбор только ваш. Практически, ну, подводные камни я вам уже рассказала. Давайте я еще посмотрю. кстати, если касается дела здоровья, что я здесь вижу, не нагоняйте на себя страхи, связанные со здоровьем. Может быть ситуация, когда вы задумаетесь, вас будет что-то беспокоить, вы задумаетесь над этим, и если вы будете в себе культивировать эти мысли, то тогда пойдет психосоматика, и вы действительно вам будет казаться, что вы чем-то больны. Ведь психосоматика это симптомы, а болезней нет. Избавиться от этого можно только изменением именно вашего мышления, именно ваших мыслей, потому что если поддаваться негативным мыслям, когда идет психосоматика, можно действительно довести себя до какого-то заболевания. Поэтому если даже есть какие-то симптомы, и вы точно знаете, что вы здоровы, и все нормально, со здоровьем все будет нормально, главное убирайте стресс, вот тут я еще вижу большое такое количество стресса, которое будет вас немножко подергивать. Старайтесь быть толерантными к себе, в первую очередь к себе, и даже если что-то раздражает, старайтесь абстрагироваться, и все будет здорово, потому что если есть какие-то заболевания, я хочу сказать, что здесь надо себя первое, ну смотрите, я никогда не отменяю назначение врачей, я не ставлю диагноз, я не отменяю диагноз, я не врач абсолютно. Единственное, во что я доверю, что если правильно мыслить и правильный настрой иметь, то выйти можно из любых симптомов и из любых заболеваний, просто к этому надо относиться именно к выходу из этого, к выздоровлению, очень серьезно и очень сильно этого хотеть, и конечно же постоянно работать над собой и над своими мыслями, и тогда ваши мысли принесут прекрасные результаты. Но опять же, я еще раз повторяю, я не отменяю лечений и не ставлю диагноз. Ну и конечно, давайте итоговую карту месяца. Эта карта говорит о том, что к концу месяца вы придете в балансе с самим собой, в балансе с вселенной, можно сказать, и тот выбор, который будет стоять перед вами в течение месяца, что бы вы ни выбрали, все будет на пользу вам. И еще я для некоторых из вас вижу дополнительный источник дохода. Ну дополнительный источник дохода это если вы решите какой-то бизнес открыть может быть, а может еще на какую-то работу устроиться. Если вам нужен дополнительный источник дохода, вот так я поставлю ответ, то все в ваших руках и у вас будет такая возможность. Вот такой ну не совсем спокойный месяц декабрь для вас мои дорогие огоньки. Ну опять же зная вашу натуру я просто пытаюсь немножечко водичкой погасить пыл. Ну потому что я сама стихия воды с акцидентом в близнецах в воздухе. Поэтому у меня терпение побольше и эмоции я тоже эмоциональный человек но я свои эмоции выражаю немножко по-другому. Вот хотя я обожаю огоньков вот что мне еще нравится в огненных знаках зодиаков 99,9% огненные знаки зодиаков всегда говорят тебе в лицо что они думают. И я это приветствую неважно какой у вас знак зодиака но я это приветствую в людях по той простой причине что ты всегда знаешь как человек к тебе относится и это здорово это это очень ценно ну что планируем желание ставим цели задаем вопросы и я посмотрю исполнится ли ваше нет желание исполнится цель будет достигнута ответ будет положительный просто мы сейчас посмотрим как я всегда это делаю что же для этого надо сделать вы готовы вперед и только вперед говорит карта не останавливайтесь на пол пути не замедляйтесь просто просто действуй и просто достигайте и верьте не добивайтесь ни в коем случае не добивайтесь добиваться это очень тяжелое слово Избавьтесь от него. Кстати, у меня есть видео на тему, как изменить свой лексикон, чтобы жизнь стала легче и счастливее. Смотрите в плейлистах, вы найдете. И эта карта говорит о том, что все ваши желания исполнятся, цели будут достигнуты, и все ваши вопросы получат положительный ответ. Главное, не останавливайтесь на полпути. Вперед и только вперед. На сегодня все. Я желаю вам счастья, здоровья, успехов, удачи, любви, благосостояния. Всего самого-самого лучшего. С вами была Женя. Увидимся очень скоро. Я люблю вас, мои дорогие. Пока. Пока.